Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, можно ли подкормить растения без использования удобрений. На портал процветок.ком зачастую приходят фотографии за консультированием по поводу того, что растения развиваются ненормально, листья скручиваются и не от жары, нижние листья желтеют, на листьях среднего яруса появляется сиреневая жилка, листья приобретают сиреневый оттенок, верхушка перестает расти, листья мельчают, при этом верхушка становится темно-зеленой. И люди жалуются, что я и кормлю, и монофосфатом кормлю, и всем остальным кормлю, и ничего у меня не получается, все равно растения остаются вот такими. В том случае, когда вы уже и суперфосфатом кормили, и монофосфатом кормили, а у вас все еще растения находятся в таком, ну, каком-то нездоровом состоянии, я вам порекомендую сделать подкормку без удобрений. Хорошо известно, что фосфорные удобрения являются цитратрастворимыми. Цитратрастворимые удобрения означают, что они растворяются в лимонной кислоте. Лимонная кислота – это кислота, которая является источником энергии для многих организмов, и для нашего организма, и для животных, и для растений. Кроме того, что она растворяет труднодоступные фосфаты, она еще и подпитывает энергией растения. Растения вполне способны ее усваивать. Она очень хитрая, ну, кто знает, помнит химию, она трехосновная. Поэтому она с нашей почвой, лимонная кислота, может делать чудеса. А одновременно с мобилизацией фосфатов она мобилизует кальций, она мобилизует железо, она мобилизует медь, она мобилизует марганец, она мобилизует целый комплекс микроэлементов, цинк. Все то, что мы кладем, кладем, кладем из года в год в почву, а оно инактивируется и делается недоступное нашим растениям. Поэтому я вам очень рекомендую, если какие-то подкормки не дают эффекта, вот азот только прет и прет, прет и прет, эта верхушка, например, да, из-за азота, или даже азотом кормите, а оно никак не расти не хочет, сделайте цитратную подкормку. Для цитратной подкормки ее сделать очень легко. Берете столовую ложку лимонной кислоты, растворяете в ведре воды, и буквально от пол-литра до литра на каждое растение помидорика проливаете. Бывает достаточно одной такой подкормки для того, чтобы через неделю вы свои растения не узнаете, они просто полностью преобразятся, потому что они получили все питание гармонично, именно так, как им это было необходимо. Не поленитесь, сделайте такую подкормку для того, чтобы снизить риски возникновения вершинной гнили, снизить риски недостаточности фосфора, снизить риски недостаточности калия, снизить риски недостаточности многих микроэлементов и так далее. Что ж, я надеюсь и уверен, что вы прислушаетесь к этому совету, присмотритесь к вашим растениям и гармонизируете вот такую простую обработку почвы с вашими подкормками, удобрительными подкормками с помощью удобрений. Вот такая подкормка без удобрений является очень и очень благоприятной лимонной кислотой. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»